МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пошли! Ты знал, что я? Совместный поход в магазин для этой четвёрки покруче, чем поездка для иных в экзотические страны. Вот так свободно перемещаться по улице, дышать ветром со снежинками, кормить хлебом неизвестную собаку, похожую на лесу. Наслаждение мало знакомое тем, для кого свобода, так же, естественно, как воздух, который не замещаешь. Ребята покупают продукты, чтобы приготовить обед сами в ущебной квартире. Она открылась при Аханском психоневрологическом интернате в июле. В квартире отрабатываются навыки самообслуживания. 18 лет. Самый молодой и перспективный парень. Наш аханский коренной житель. Юра сам лично у нас делал ремонт. Они подклеивали плинтуса, собирали вот эту мебель, как вы видите. Полностью подключили всю оргтехнику современную. И очень радовались, когда они постелили вот эти вот удивительные ковры. Потому что ходить по ним одно удовольствие. Когда они приходят сюда, и что они говорят? Здравствуй, дом, милый дом. Что такое свой дом для большинства из них пробел? Вся жизнь в интернате. Здесь нет колючей проволоки, застенок, решеток, всего того набора ужасов, которые приходят на ум при упоминании такого типа госучреждений. В комнатах уют, в столовой изобилие, бесконечные кружки по интересам. О проживающих заботятся, опекают, занимают. Так что даже элементарная задача – нарезать хлеб, нередко терра-инкогнито. Но жить на всем готовом, когда отключена воля, удовольствие относительное. Во всяком случае, для некоторых. Министерство социального развития края запустило проект, который дает шанс, пусть и не всем, на жизнь самостоятельную. Называется программа «Сопровождаемое проживание». Учебная квартира теперь есть при каждом ПНИ края. У нас в сети психонерологических интернатов находится 4,5 тысячи человек. И по результатам скрининга только 87 человек, это даже меньше, чем 4%, потенциально смогут жить самостоятельно, даже под присмотром. Ну, это такая специфика. То есть мы достаточно объективно к этому относимся. И, по крайней мере, эти 87 человек – это наша задача, достичь, чтобы эти ребята смогли жить самостоятельно и работать. Так. Иван, покажи, пожалуйста, еще и наши запасы, которые мы сделали. На готовке у нас. Это те самые огурцы, которые ребята вырастили на нашей теплице. Та же самая капуста, лучок, морковочка – это все, что они выращивают у нас на грядках. Наталья Пономарева – тьютер. У нее два образования – педагогическое и юридическое. В интернате она ведет урок православия, в учебной квартире преподает домоведение. Местный батюшка называет ее человеком с материнским сердцем. У Натальи нет своих детей, но родными ведь можно быть не только по крови. Ее называют крестной. Ну, они, да, они действительно ко мне бегут. Бегут как, ну, я вот для меня это действительно семья. Сейчас я растрогаюсь, расплачусь. Вот. Ребят, я своих очень люблю. Соседи, правда, не сразу отреагировали доброжелательно, когда узнали, что в квартире будут проводить полдня люди с ментальными особенностями. Но дипломатичность Натальи Михайловны сделала свое дело. В зимний период мы коммунальные услуги оплачиваем как? Как летом? Нет. Дороже. Дороже. А почему? А это уже та самая почти самостоятельная жизнь. Общежитие с сопровождаемым проживанием. Пилотный проект запущен в Нытве ему год. Ребят в общежитии курируют тьютеры, потому проживание сопровождаемое. При необходимости наставники тактично корректируют распорядок дня жителей общего дома. Встают, все, зубы чистят, процедуры, чай пьют. Кто идет на работу, собирают также эти контейнеры. Ну, как все. Добираются самостоятельно сейчас до работы. Совместно составляются планы на будущее. Если необходимо, тьютер напоминает об уборке. Помогает, например, просчитать стоимость квартплаты, придумать меню и приготовить еду, записаться в кружок или устроиться на работу. Но все действия нацелены на развитие максимальной независимости. Ребята устраиваются на ферму, трудятся озеленителями, хотя это и сезонная работа. Сашу Спешилова взяли на деревообрабатывающее предприятие. Его начальник до интервью даже не догадывается, что подчиненный человек с ментальными особенностями. Абсолютно адекватный человек. В принципе, спокойный. Действия адекватные. Разговаривает внятно, соображает так же адекватно, нормально. В принципе, опыт он ничем не отличается. Если не сказать, что у него какие-то отклонения, человек даже и не поймет. Работы не боится, сам работать хочет. Сколько он у нас третий месяц, ни претензий, ни вопросов. Молодец, парень. Следующая площадка, которую мы сейчас организуем, это Кизел. И тут мы нашли очень правильное взаимодействие с работодателями. Фабрика инициатива, швейное производство. Мы сейчас переоборудуем помещение и соберем туда ребят, которых обучим и которые смогут там работать. Мы вообще ставим перед собой задачу, чтобы попадание в психонерологический интернат, это было, скажем так, ну, крайним решением вопроса. Все-таки будем всячески содействовать в том, чтобы эти ребята могли жить самостоятельно, вот, каким-то минимальным присмотром и быть максимально социализированным в жизни общества. Александр работает с 8 утра до 5 вечера. Зарабатывает приличную по нытвинским меркам зарплату. Половину тратит на быт, другую копит. Мечтает о море, где никогда не был. По вечерам вяжет. Красный свитер и теплые вещи пригодятся зимой. Лучший друг Саши – кошка. Он даже помнит день ее рождения. 9 марта, который год будет? В общежитии живут 15 человек. Большинство из них – мужчины. И большинство – футболисты. Четыре раза другой Саша, Гусельников, в сборной команде ездил в Польшу. Защищать честь российских интернатов. Последний период, вот этот зимний, чтобы нам не забывать тренировки, мы ездим на Уральский. Там, как бы, к нам приезжала комиссия, как бы, по спорту. И они нам нашли тренера. Лишенные семьи часто с самого рождения они тоскуют по человеческому теплу. И это подавленное желание подспудно присутствует во всех разговорах. И всякий раз прорывается надеждой, как рвется там, где тонко и хрупко. А ты о чем-то мечтаешь? Мечта у меня, конечно, есть. Это выйти на дееспособность. И что тогда? Ну, что, выйду на дееспособность, да. Стану на очередь в квартиру, чтобы жить. И здесь мечтают о самостоятельной жизни. И делают все возможное, чтобы она стала реальностью. Десять лет назад родители детей с особенностями развития основали фонд «Деревня Светлая» с прицелом на то, что в будущем ребята будут жить за городом, в специально оборудованном поселке. Мечта в этом году частично осуществилась. Совместно с Минсоцразвития родителям удалось запустить в Перми проект «Учусь жить сам». Это тоже учебная квартира. Здесь осваивают хитрости ведения домашнего хозяйства молодые люди с ментальной инвалидностью, поскольку гиперопека – обычный диагноз всей семьи. У нас появился предмет ориентирования в городе, то есть умение самостоятельно передвигаться в городе, выстраивать этот маршрут. И три девочки, которые никогда самостоятельно не передвигались, сейчас они успешно передвигаются в пределах города. Ребята с разных концов города добираются до тренировочной квартиры самостоятельно. Учатся готовить, убирать, стирать, бросают трудовой десант на помощь дворнику. Социализация проходит по всем фронтам. В ближайших планах учеников отметить совместно Новый год. Правда, в 20-х числах декабря. 31-е пока все-таки принадлежит не новым друзьям, а ближайшему окружению. Но как же хочется на третьем десятке стать, наконец-то, взрослым. Хочется уже все самой делать. Хочется своей семьей. Да, хочется уже, знаете, прям как раскрыться, так скажем, жить самой, чтобы никто за меня ничего не делал. Да и родителям, если честно, очень хочется. Ведь главный их страх – страх будущего. Что будет, когда не будет их? Обычная практика. Не интегрированные в социум люди с инвалидностью в таких случаях попадают в интернат. И каким бы хорошим он ни был, своему ребенку всегда желаешь лучшей доли. Когда мы открывали этот проект, наша задача была, конечно, отработать навыки самостоятельного проживания на базе учебной квартиры. Но мы бы не ввязывались в этот проект, если бы не видели дальносрочную нашу цель создания такой квартиры, где ребята бы проживали на постоянной основе. То есть сейчас они эти навыки сформируют, закрепят и перейдут на самостоятельное проживание. После Нового года кураторы проекта «Учусь жить сам» планируют набрать еще одну группу ребят для обучения в тренировочной квартире. Тем, кто уже прошел курс, попытаются помочь устроиться на работу. Некоторые договоренности с потенциальными работодателями уже есть. Переломный момент случился тогда, когда родители таких ребят стали очень открыто говорить о своих проблемах. И мы перестали, наверное, все вместе скрываться о своих проблемах, стали пытаться их решать. Как показывает мировой опыт, уровень приятия обществом людей с ограниченными возможностями здоровья говорит о здоровье самого общества. И, кажется, мы на пути к выздоровлению. «Учусь жить сам» Зеленогласая «Такси»